Друзья, я всех приветствую! Вы на канале РолиГеймОнлайн. Мы продолжаем прохождение модификации Westeros Total War. Играем мы за дом Таргариенов. Как вы помните, в прошлых сериях мы захватили почти весь Дорн, а также ухвали, ухвали, ухватили, урвали такой значительный, скажем так, кусок у простора, у дома Тиролов. И кажется, они скоро начнут отпевать свои территории. Но не в этом суть. Суть в том, что в этом городе старое место, кто не смотрел, обязательно посмотрите. вот здесь было очень много городов. У нас был баланс финансовый минус 100 тысяч плюс-минус. И захватив этот город, разграбив его и разрушив все постройки, которые мы можем в принципе разрушить, мы вышли из минуса практически. То есть 100 тысяч мы отсюда подняли. Плюс с этих городов подняли, и, как вы видите, сейчас у нас 396 плюс. Вот. Ну, конечно, в следующем году у нас ходу у нас будет минус 6, 9,691. Но не в этом суть. Суть в том, что мы отремонтировали некоторые здания. Вот я здесь поставил на строительство здание, где можно послов нанимать. Через 8 ходов оно построится. К тому времени, конечно, у нас опять будет минус. Плюс мы наняли пару ребят. То есть в солнечном береге мы наняли два отряда. Вернее, три уже. В Даре Богов последний отряд доделывается. Вейд Тор. А, и в солнечном копье, по-моему, тоже. Да. Еще два отряда здесь будут готовы. И мы уже можем немножко вздохнуть, скажем так. Потому что у нас свежие бойцы есть. Даже вот с нашим гербом на щитах. Так что безупречные и безупречными. А войны нам нужны. Поэтому нашей армии, которая растаяла практически вот это все, что у нас осталось. Ну и вот эти вот мелкие, где они? Мелкие вот эти ребята, которые в городах сидят. Ну, немного здесь людей. Поэтому вот это все, что у нас есть. Мы плывем обратно на наши территории, чтобы вот здесь поохранять немножко. Потому что, как вы видите, здесь ситуация нерадужная. Раз, два, три стэка практически идут в Айронвуд. Определенно они хотят его захватить. По этой самой причине я не захватил этот город. И этот город не хочу их провоцировать. Пусть кто-нибудь из этих двух победит. Дальше мы будем полисать оттуда, скажем так. Здесь мы осадили каменный шлем. Захватим мы этот город. Также разрушим его. Не знаю, много ли мы поднимем тут построек. А нет, кстати, построек много. Так что тысяч двадцать десять точно мы отсюда вытащим. Ну, вот здесь вот, конечно, мне не нравится то, что происходит. Скорее всего, победят штормовые баратеоны. Баратеоны штормовых земель. И если они двинутся вниз, нам будет жопа. Поэтому я ей отправляю Дейенерис со всей ее свитой. Аж пять полководцев. Отправляю ее обратно, чтобы хоть как-то остановить врага, если он пойдет на нас. Скажем так, подстрахуемся немножко. Опа-на! Опа-на! Это что такое? Грейджои высадились на нас. Исбежать боя. Ой-ой-ой, у нас же член семьи здесь сидит. Так, ну а вот здесь... Здесь мы вступим в бой, конечно. Да. Вот эти высадки Грейджои, кстати, их отследить вообще нельзя. То есть, это скриптовый... Скриптовый ивент такой. То есть, вот эти вот... Грейджои на островке. Постоянно где-то рядом появляется корабль с армией. И они высаживаются на острова. И тем самым забирают их. То есть, это никак отследить нельзя. Поэтому... Поэтому печально то, что они высадились на нас. Они уже туда высаживались. Если честно, я думал, они не вернутся. Мы, собственно, у них и отбили практически. То есть, они захватили у Мартелов. Мартелла у них перехватили. И мы захватили обратно. У Мартелов. Ждем, пока враг подойдет к нам. А затем двинемся вот сюда, потом сюда и в город. Заберем город. Разрушим здесь все, что можно. И поищем еще какой-нибудь замок, где нет кавалерии. Кавалерия. Надеюсь, мы из минуса выйдем. Если честно, больше территорий мне пока не нужно. У меня слишком мало сил, чтобы оборонять их. Дорна вполне достаточно. Даже я бы сказал, Дорн это уже много. Не перехватили? Нет, все в порядке. Где у нас площадь? Скачите, ребята, давайте. Опять гнусные Таргариены обхитрили лордов Вестероса. Сейчас мы заберем замок. Вот почему, когда мы захватываем ворота, вот видите, они наши. Но когда враг подходит, они почему-то меняют владельца. Я, если честно, ожидал, что враги не смогут пройти. Но они могут. Так, они уже подходят. У нас две минуты. Надеюсь, успеем. Должны успеть, должны, должны. Пока они пройдут вот сюда, сюда, сюда. О, они вот так пошли. Блин, 46 секунд. Неужели не успеем, ребята? Неужели не успеем? И отступать-то некуда, по сути. Да, успели завершить битву. Один потери. Странно. У нас вроде и было 59, нет? Ну, это не важно. Главное, мы захватили город. И сейчас мы будем его уничтожать. Нам нужны деньги. Не хотелось бы мне потерять военачальника, которого я отправил на островок. Серая крепость, по-моему, называется. Блин, этот Грейджой высадился вообще не в тему. Так, плюс 3, 400. И уже у нас баланс 11 тысяч. Можно уже что-нибудь отремонтировать еще. Или нанять кого-нибудь. Так, Эйган, Элия, Червь. Фу, нет. 10 тысяч в старом месте? Нет, нет. О, 2 тысячи еще дали. Война. Грейджой. О, кстати, кстати, кстати. Раз у нас война с Грейджойами, почему бы нам по-быстрому не разобраться с Грейджойами вот здесь? Раз-два, раз-два. Вот так. Так, начинаем нашу тотальную чистку. Вот в чем плюс, вот как я и говорил, 10 тысяч подняли, даже больше. В чем плюс то, что мы ломаем? Во-первых, мы это делаем у врага, и он потом не сможет создавать здесь или получать выгоду какую-то дополнительную. Но минус в том, что мы обратно, когда будем захватывать, должны вот это все отстраивать. сомневаюсь, что они будут обратно это все строить. Но если построят, будет хорошо. Так, вот здесь интересно, кто здесь сидит? Пеший или кавалерия? Так, вот сюда встань, а ты вот сюда. Теперь поближе сюда. Грейджой! Сволочь такая. О, я могу выйти. Я могу спасти его. Так, так. Кто бы мог доплыть? Вот зараза такая. Ладно, рискну. Я оставлю, конечно, этот город. Если он его захватит, я смогу. Может быть. Может быть. Вот зараза. Кавалерия. Может быть он сядет, захватит, потом вытащит армию, погрузит ее на флот, мы разобьем флот, а потом захватим Серую крепость. Может быть, хотя бы так. Надеюсь, надеюсь на это. Так, армия. Собираем потихонечку наши войска. Вот так. Смотрите, уже пол армии наняли на те деньги. Это уже неплохо. Я считаю, это неплохо. Это даже очень хорошо. Так, Тор. Ремонт. Давайте посмотрим по населениям. По населениям, говорю. По поселениям. Что актуально, а что нет. Ремонтировать. И вообще, сколько это будет стоить. Песчаная долина. Прирост населения. Позволяет производить кожан... Кожаный доспех. Так. Адов хон. Песчаник. Мустер... Пункт шейл. Что это такое интересное? Хм. Даже не знаю. Что-то интересное. Может быть, стоит... 400 всего. Давайте, ремонтируем, посмотрим. Так. Звездопад. Блэкмонд. Ну, везде вроде... В воротам у нас только. Еще-еще посмотрим. Вот. Легкая кавалерия. Лучники-ополченцы. Определенно надо отремонтировать. Конечно, цитадели тоже надо ремонтировать. Но пока что на это нет денег. Легкая кавалерия. Копейщики. Пока будем делать так. Потом уже в конце будем ремонтировать вот эти вот крепости. И ворота, собственно. Постепенно, друзья. Постепенно. Всему свое время. Сколько посол получает? 877, блин. Посол. Торговец. Нам нужен торговец. Интересно, какие постройки дают нам торговцев? Копейщики, меченосцы, пикинеры, солдат, присяжные мечи. Вот это... хорошая постройка. Надо бы ее возвести. Купец. 8400, блин. Ладно, построим. Пока сдадим ход. каменный шлем забрал, да. А с грейджоями мы обменяемся, я так понимаю, крепостями. Все-таки на островах надо держать войска. Я, если честно, думал вообще их убрать. О! Вот это поворот. Нет, тогда уж вы. Тогда уж вы. Если такое повторится, я не хочу терять военачальника. А грейджои у нас сюда, да? Угу. Хорошо. Это даже очень хорошо. Все удачно повернулось. Победа. Давай плыви отсюда, скотина. Замечательно. Сколько стоит? 6 тысяч баллиста. Нет, баллисты нам не нужны. Может быть и нужны, но не сейчас. Кожаный доспех. Пока ничего, пока ничего нельзя строить. Военные. Разграбил собственное поселение. Вот варвар. Так, здесь мы заберем ночное нападение. Казнить. Это будет наше, наше поселение. Давайте просто займем. Эх, полеем. Надо было. Надо было уничтожить. Количество товаров. Знаем. Купец. Отлично. Отлично. Давайте все отремонтируем. Переобучение. Три бушет у них есть. Ну надо же. Че, бедняга, отступать некуда? Нет. Ой. Так. Хорей! Блин, надо было уничтожить. Культ утонувшего бога, а ну понятно. Религиозный пункт. Пока что засядем в корабль. Далеко отплывать не буду, но посмотрим. Если что, может быть имеет смысл уничтожить население. Конечно, да, много построек. Прям так и чешутся руки и все уничтожить, но этого делать не будем. Кого мы там нанимать вообще можем? Копейщики, крестьяне, городская стража, ну и галеры, дроман, дракар, лазучик, купец. По слову нельзя. Если здесь все нормально будет, может быть мы сможем и отменить вот это здание. Хэндл смарт. Сдаем ход. Я уже пол простора сумел захватить, а эти все еще с Сайронвудом возятся. Три стека нагнал и не может ничего сделать. Опа. Да что эти пеклидоны к нам идут? Прям куча пеклидонов у нас. Пеклидон первый, пеклидон второй. Вроде еще были, нет? Раз. Два. Или они меняют потом свои фамилии? Не знаю. Ну ладно. Не суть, не суть. Давай пеклидон в армию наверное. Так, мы наняли купца, но у нас здесь бунт. У нас здесь бунт. Так, вообще стоит ремонтировать или нет? Если сейчас захватят город, мне придется возвращаться. Вот так сделаем. Подождем, как будут развиваться события. Если они захватят, придется мне вырезать все население чертовой бабушки. Потому что вот этот вот утонувший бог мешает нам нормально сосуществовать. А вот это что такое? Почему Ланнистеры идут к нам? Почему все идут к нам? Неужели вот здесь вот им мало войны? Вот здесь, здесь, здесь. Все друг с другом воюют. Нет, все к нам прутся. Что там у старков происходит? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, раз, два, три, четыре, четыре стека можно собрать, если не больше. Да, определенно на пять даже, может быть, хватит. Да, жестко к чему-то они готовятся. Явно не к чаепитию. Явно не к чаепитию. Явно не к чаепитию. Так, по наймам. Городская стража. Два, один, шесть. Нет. Вот здесь, блин. Почему? Мы вроде отремонтировали, да? Но нанимать никого не можем все равно. Давайте отремонтируем крепость и посмотрим, сможем ли мы нанимать. И тогда мы поймем, что нам надо ремонтировать в других поселениях. Получается, эти Great Joy вместе со своей высадкой, мало того, что город захватывает, так они еще 100% меняют религию на своего утонувшего бога. Да, это печально. Итоги хода, повышение характеристики, ремонт завершен. Отлично. Бунт. Итак, в звездопаде. Нет, все равно нельзя. Хорошо. Значит, это не первостепенная задача ремонтировать крепости. Здесь у нас ситуация не меняется, но пришел Ланнистер. Теперь у нас проблемы вот здесь еще. Хорошо, что у нас есть армия хоть какая-то. Это радует. Это очень радует. Так, Great Joy. Нет, это Болтон. Ну давай-ка ты не будешь здесь плавать. Один отряд. Ааа, здесь подмога. Какой интересный один отряд. Вот какой. Ах, кавалерия. Снимаем осаду. С кавалерией мы не сможем разобраться. Поплывем дальше, будем смотреть. Интересно, нанять я могу кого-нибудь? Ооо, ой-ой-ой. 275. 350. 275. 250. Да. Были бы деньги, конечно, я бы нанял всех. Но их же еще и содержать надо. У нас и так минус 3 800 заход. Пора уже какую-нибудь крепость или город захватить. Может арбор? Нет, нет, нет. Не надо. Странно, а почему простор на нас не идет войной? Почему он не отвоевывает свои земли? Целых пять городов все-таки как-никак захватили. Может быть разберемся с арбором и вот сюда высадимся по-быстрому тоже захватим. И разрушим. Но, блин, я боюсь, мы не успеем. Ланнистер идет. Ооо, арбор. Полная армия, кстати, почти. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Но это ожидаемо, друг. Мы идем в... Что такое? Почему он в корабль не отступил? Как он на остров попал? Как он на остров попал? Как он на остров попал? Ооо, блин. Потеряли члена семьи. Да. Здесь вообще никого не осталось практически. 251. Кстати, я не могу... Странно. Не могу выкупить у купца. Разорить, вернее. Сколько ходов будет держать в осаде? 7. А кого вы можете нанять? Ой-ой-ой, вы посмотрите. 9. 7. 23. 700. Содержание. 1300. Наим. Пешие межевые лицари. 7. 4. 21. Просто... Просто класс. 8. 4. 21. Да. Может быть, нанять все-таки один отрядик. Ну, зараза. 700 заход — это много. Крестьяне этого поселения недовольны и могут поднять открытый мятеж. Может, подождем? Да. Скорее всего, мятежники возьмут верх. Достойная смерть. Блин, вот как печально. Ну, почему? Почему он сюда отступил? Отсюда-сюда. Как он переплыл море? Почему он в корабль-то не отступил? Блин. Ну, ладно. Главное, его спас здесь и потерял так глупо вот тут. Плывем в столицу. Нам нужны лошадники. Но мы их не можем нанимать, к сожалению, не можем. Что надо построить? Конюшни какие-нибудь. Я же вроде где-то строил. Где-то у нас должна быть легкая кавалерия. Точно вам говорю. Да-да-да, вот здесь легкая кавалерия. И еще где-то должна быть. Вот здесь легкая кавалерия. И здесь легкая кавалерия. Через сколько? Два хода. Подождем. Ох, блин. Велик, конечно, соблазн. Так, крепость может быть имеет смысл. Тысяча. Минус четыре. Все равно в ней нас уйдем. Пусть сидят в крепости, наверное. Хотя крепость он захочет захватывать. Нет. Нет, пусть стоят. Блин, варбаре я время потерял. Надо было истреблять население. Этот утонувший бог, блин. Не в тему. Почему не бунтует? Ну, определенно из-за того, что войска сидят. Ладно. По-быстрому сбегаем. Нам нужно брать город. Нужны деньги. Ну, вроде потихонечку армия растет у Мартелла. Ты не туда идешь, друг. Заблудился он. О, ходов до получения следующей единицы. Не два, а девятнадцать. Девятнадцать ходов. Нифига себе. Семнадцать. А чё так долго? Семь. Да, это слишком долго. Так, давайте. А у меня всё равно же нет денег. Чё я смотрю. Послание смогу нанять. О, вернее, купца. Послал-то у нас будет, если мы найдем деньги на него. Вот теперь я могу. Почему так? Не знаю. Подождаем ход. Варбаре у нас вышли люди. Угу. Может быть, бунт всё-таки будет. Будем надеяться. Смерть лидера. У Талии опять кто-то умер. Да, бунт опять начался. На горе. Ну, немного построек, но всё-таки можно. Можно кое-что поднять. Ланнистеры. Не нравятся. Не нравятся мне Ланнистеры. Здесь что у нас? Всё так же неопределённо. Всё так же неопределённо. Всё так же неопределённо. Опять у нас минус, ребята. Ну что, сдаём ход. Ну. Главное бы своего не потерять. О, блин. Позорник. Выкупили нашего купца. Вернее, разорили. Тьфу ты, ёлки-палки. Зачем я это сделал? Ну, он на такой хорошей жиле стоял. Вы же видели. Семьсот заход. Игун Руван, блин. Козлина. Игун Руван, блин. Игун Руван, блин. О, блин. Игун Руван, блин. Почему я не могу? Нет, я рядом с вами. Так. Тем временем, посмотрите, сколько мы смогли нанять людей. Хороший результат. Всё-таки поход в долину был не бессмысленен. И до сих пор эти города на нас работают. Триста. Шестьсот. Тысяча. Тысяча. Сто. Тысяча. Триста. Ну, плюс копейки. Где-то полторы тысячи. В общем, с них нам капает. Сейчас ещё на горе возьмём, сломаем там всё. И будет замечательно. Так, Бартуон куда-то на север ушёл походу. Неужели он с Ланнистерами начал войну? Ну, вернее, они и так в войне. Глава дома Мартелов умер. Главное, чтобы у них были наследники. Иначе, блин, эти территории станут мятежными, если все члены семьи погибнут. Угу. 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 Да нет. Так, дипломатия. Да, он с Ланнистерами ведёт войнт. Один стэк здесь, один здесь. И здесь у него два стэка, да? Угу. Угу. Ну, не знаю, этот он сможет разбить. Даже эти два. Хотя бы отогнать. Что он мешкой-то? Ладно, забираем Нагоре. Рыбцари Гвардия, Рыбцари Нагоре. 300 человек. 44 потери. Газнить. Ограбить. Восполним отряды. И уходим отсюда. Теперь ломаем. 2900. Две. Две. Шестьсот. Ещё 2000. Ещё 1000. Ещё 1000. Ещё 1000. Ещё 1000. Ну, нормально. сейчас я думал здесь не так много построек которые можно снести но все-таки у нас это получилось так посол давайте наймем посла и построим станет сами попробуем заключить перемирие с дорном сделаем попробуем заключить династический брак женем эйгана таргариена с какого-нибудь тарнийской принцессой например вот с ней у нее обаяние вообще максим эрин мартел и по лору кстати тоже таргариены женили дарницев не дарницев а с дарницами династические браки заключали то есть они так его и покорили гор никто его не мог покорить по книге но таргариены захватили его лишь дипломатическими методами скажем так объединили но у нас немножко такое отступление от лора так где у нас посол идем в айронвуд заключать брак так что эйган таргариен жди скоро мы тебя женю отношения улучшились мартел и великолепные это нам на руку может быть они примут все наши предложения и обратно мы будем в союзе я даже там эти территории если они дадут право проходы вообще шикарно блин а может имеет смысл захватить поднебесие а потом с ними заключить союз как думаете ребята и не предадут ли они нас интересно наследник-то у меня один смогу ли его женить петь куда-то поперся и в ту сторону эх мартел мартел даже ты идешь так еще один ход примерно три отряда они догоним догоним сюда встанем и все паратроны с драконьих с драконьего камня плохие с штормовых земель плохие хрен с ними я им очко не собирался вязать кто спасу тиралов так давайте кораблями встанем вот здесь ну в чем дело будем следить за событиями так 79 уже утонувший бог отлично пусть они уменьшают его влияние для нас собственно ну неплохо-неплохо я доволен то что у нас так сложилась ситуация вроде как и денег подняли и наняли бойцов в себе и может быть даже заключим перемирие с мартелами еще один ход сделаем подождем когда посол дойдет перемирие перемирие крайне невыгодное предложение так а почему я не могу заключить димастический проект торговое соглашение невыгодное предложение о я придумал давайте я вам отдам как же эти названия как все города называются давайте я вам отдам на горе по моему называется взаимовыгодное предложение согласие заключить союз и право прохода и сведения о картах и мы вам сдадим еще так 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 как же там называется петничный лес мещенник черный венец старый местор три башни три башни по моему три башни щедрое предложение отлично блин а почему я не могу заключить димастический проект ну я хочу ну ладно ну ладно а вот и перемирие с дорном смотрите у них много территорий раз-два раз-два ой нет далеко раз-два три-четыре пять шесть шесть городов так давайте поможем поможем артеллам надеюсь они нас не предадут новый союз таргарина мартеллы перемирие грейджой плохие я им отдал эти замки все равно их кто-нибудь захватит они пустые а потом мы их обратно захватим то есть мы сюда набеги будем осуществлять по-любому так старый местор я не отдал нет давайте теперь стиралами нет стиралами пойдем куда-нибудь к талии к талии у нас война с кем у нас с фрейми не война и с братством без знамен у нас не война а еще иные одичалы ого ммм еще еще полтон и война куда-нибудь вот сюда наверно вот сюда глядишь наткнемся набраться без знамен заключением с ними какие-нибудь договора может быть а так вообще к фреям пойдем посмотрим может быть с фреями кстати у них много наследников там наследница семейство большое может быть с ними заключим династический союз и у нас будет союзник прям вот здесь я думаю это замечательно со старками мы все равно в войне так ладно сдадим ход может быть сейчас будет заварушка за айронвуд смотрим вроде как парата он побежал поджав хвост а надо нормального полководца засунуть в ту армию и пойти туда на север а это армия стейнерис пусть сидит здесь с безупречными так кто у нас тут топовый полководец баристан так на харис эйган джорох мормонт давайте джороха отправим вместе с тем чудиком даже сделаем по-другому подгоним флот вот сюда и высадимся здесь а вы вот здесь сидите пока блин минус четырнадцать тысяч заход минус четыре ну правильно два города уже потеряли потеряли посол посол так ланнистра ушли раз два три четыре пять ходов ему топать туда сейчас посмотрим блин надеюсь они нас не предадут потому что если предадут я заберу их города по крайней мере у нас теперь есть сведения о картах о расположении дарницев это радует вот и дорн зашевелился как мы подтянулись сразу начал отбивать войска давайте чтобы укрепился наш союз вместе проведем драчку не получится жаль 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 ну ладно 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 захватим еще раз каменный шлем посмотрим что он там отстроил разорим его пока ничего нам делать здесь не нужно поэтому просто сдадим ход и посмотрим и посмотрим интересно а мартеллы с тиреллами боюют да да и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три, четыре... Четыре отряда стрелковых... Копейщики... Преимущественно против кавалерии... Горящие снаряды... Пробивает доспех... Отлично... Очень длинные копья... Вот... Пикинеры... Да, захватим каменный... Шлем... Сами, скорее всего... Надеюсь... Никто на подмогу не подойдет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очередной полководец... Куда его определим только... Тор... Тор... Давай иди в Тор... Черная смерть... Войнов убито 2... Это где? В солнечном копье? Эээ... Эээ... Да... Печально... Неужели это ты у нас больной? Да нет... Посмотрите... Сколько у нас наемников... Эх... Семь целых отрядов... И неплохих, кстати... Да... Были бы деньги... Были бы деньги... Так... Еще раз... Сохранимся... Ну что, друзья... Ого... Баланс... 2 к 1... Ну что... В бой!